Гетр, я завер один. Зажигание. Поехали. Самолетел, ты отлично. Провожай полет. Там соответствует входное устройство и реверс тяги. Он тоже будет открывать. Уникальный вид, который недоступен обычным пассажирам самолета. Работа двигателя НК-86 в разрезе. Он установлен на самых надежных лайнерах советской российской авиации, Ил-76. С его помощью студентам показывают, как сочетаются узлы двигателя, как меняется его режим работы при взлете или при посадке. Молодые люди могут сами собрать и разобрать некоторые детали. Такую систему обучения западные коллеги прозвали «русской», потому что исключительно в России работают не только с черчежами и проекциями, но и с работающими аппаратами. Для формирования у молодого человека восприятия этого двигателя, этой инженерной мысли, и чтобы он видел инженерное решение и ощущал их, в том числе и своими руками. Вот это главная задача, это уникальность наших классов. Эта модель является частью музейно-учебного комплекса «Центра истории авиационных двигателей». Под крышей музея собрано более 100 уникальных экспонатов. Здесь единственная в России полная коллекция советских и российских ракетных и авиационных двигателей. Начиная от первых советских разработок, заканчивая двигателями, которые и сейчас активно используются в современной авиации и космонавтике. В коллекцию входят и разработки великого конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, и двигатель от президентского самолета, и даже трофей времен Великой Отечественной войны – двигатель «Юма-4». Центр сотрудничает со всеми российскими производителями двигателей, постоянно пополняя экспозицию. В планах у сотрудников установить тренажеры, имитирующие настоящие кабины пилотов, чтобы будущие конструкторы могли посидеть за штурвалом. Во-первых, человек, который в частности занимается двигателем, он должен понимать, как они работают в общей системе всего летательного аппарата, что для этого надо. Может быть, у него родятся идеи как-то усовершенствовать, но и он должен понимать это все. Эта уникальная, богатая коллекция будет доступна еще и для школьников. В год науки и техники университет откроет свои лаборатории для будущих абитуриентов. Это поможет им определиться со своей будущей профессией. В этом году мы хотели бы распахнуть свои двери широко для школьников, для тех, кто учится в техникумах, колледжах, пригласить к нам посмотреть наши лаборатории, посмотреть нашу инфраструктуру, материальную базу. Сам Центр истории авиационных двигателей отмечает 30-летний юбилей. В этом году сотрудники рассчитывают закрепить за Центром статус государственного, чтобы получить дополнительную поддержку для развития и стать масштабным учебно-музейным комплексом, который будет принимать на обзорные лекции и обучение желающих со всего мира. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Гетер, я Заря-1. Зажигание. Поехали. Самотер, передлично, продолжаем полет. Субтитры создавал DimaTorzok